Добрый день! С вами Елена Алиновна, Музей тактической медицины. Сегодня хочу обернуться к вопросу о шитье масок. И сегодня я очень быстро вам это постараюсь продемонстрировать. Для изготовления маски берем мы бинт. Вот такой бинт шириной 12 см, 12,5 см. Посмотреть, некоторые бинты бывают прорежные, некоторые поплотнее. Если бинты редкие, то нужно его будет в 6 слоев. Классический бинт обычный, в 4 слоя, как я уже говорила. Вот бинт. Приблизительно размеры, приблизительно. Вот так мы раз-два отмотали, складываем пополам. Правильно четырехугольник появился. Согласны? Сколько размеров вот здесь, я даже не буду мерить. Можно на своем лице померить. 22, 20, от виска до виска можно. Можно чуть шире. Очень широкая, она будет болтаться, не нужна. Вот, все, больше ничего не нужно. Даже линейки здесь нет. Ну, это от кутюр, что ли. Вот, все. Один бинт. Мы нарезаем, нужно взять 5 бинтов и наделать несколько масок. Вот это будет вторая маска. Вот, нарисаем, делается быстро. Не нужно замерять. Одна на сантиметр больше будет, другая на сантиметр меньше. Все совпадет, все швы совпадут. Делаем вот такое количество заготовок. Столько, сколько получится с бинта. Откладываем в сторону. Вот у нас три заготовки. Отложили в сторону. Можем для наглядности вот здесь оставить. Для завязок мы берем чуть больше. Сколько чуть больше. Чего тут требуют прям размеры. Завязка чуть больше, чуть меньше. Это не так принципиально. Короткая, надвижите ее. Длинная, укоротите. Вот. Вот настолько она будет длиннее. Этого вполне достаточно. Не буду даже мерить ее сантиметром. Берем вот завязку. Складываем. То есть она должна быть чуть шире маски. И нарезаем уже автоматически. Не надо задуматься про сантиметры. Делаем не в сантиметрах. Это вам любой человек объяснил. Вот. Таких завязок мы наделываем. Много не надо. Ну, в смысле, нужно сшить несколько масок. Потом остальные завязки. Почему? Потому что они будут края махриться. Неудобно. Ну, у нас три маски. Три таких завязки. Принцип. Вам показывает принцип. Вот. Сложили. Уголок с уголком. Замерять тут не нужно. Ровно нарезали. Все. При завязке. На две маски. Берем одну из завязок. Сразу приготовим завязки. Берем. Вот так ее складываем. На первых порах нужно делать это покороче. Так будет удобнее делать. Два. Три. И вот так об край стола или об коленку. Кому как удобно. Сложили. Рукой все закручиваем. В натяжении держим. Бинтик. И он сам с тобой складывается. Она аккуратно должна быть. Только посередине. Скукожилась немножко. Вот. Ничего страшного в этом нет. Абсолютно. Она аккуратно должна быть посередине. Просто, чтобы она не махрелась. Концы. Не сыпались. В рану. Потому что такие повязки, они делаются. Делались раньше. Потоком шились. Для хирургов, санитарков, медсестер. Во время операции. Люди, поймите, что ни одна маска не защитит вас от вируса. От любого. Ни от короны, ни от гриппа, ни от какого. Но минимизировать последствия можно. Вирусы, да, вот через эту марлю они пролетят быстро. И через фильтровальную бумагу вот такое они пролетят. Фильтрующийся агент. Называли вирусы. Что это такое? Фильтрующийся агент. То есть они проходят через... На первых порах, когда изучали вирусы, поняли, что существует какое-то вещество или существо, которое проходит через фильтровальную бумагу, которая вызывает болезнь. Их назвали фильтрующийся агент. Но представьте, кто спортсмен идет, бежит по полю по ровной дорожке, а то через лес. Где-то он немножко притормозит. Это вот так, как нам объясняли. В институте на двух пальцах. Вот. Сложили эту маску. Внутрь. То есть заправили все внутрь. Будет все быстро делать. Берем завязку. Отмеряем середину. Получит не совсем там серединка. Ничего страшного. Вот. Так вот ее кладем. Сюда вот эту маску помещаем. Закрываем. Вот. Это больше маска. Берем иголку с ниткой. Вот. Берем. На весу мне неудобно. Я вам принцип показан. Вот. Сшиваем. И вот так аккуратненько. Можем просто вот такими грубыми шивами. Грубыми шивами. Когда торопится. Раньше санитаточки надо было 20 масок в день сшить. Между операциями. Во время операции санитаточки. Можно в две нитки. Можно в одну. Я это не буду сейчас исправлять. В две нитки сошли. Прямо. Грубым шивом. Где-то. Смотрите. Вот вдруг тут отскочило. Мы взяли вот так еще укрепили. Так вот. Белый. Белый на белом фоне. Будет незаметно. Огрехи какие-то. Сейчас дизайнерские маски появились. Все хорошо. Это. Популяризация ношения масок. Я считаю. Но это. Они не обрабатываются никак. Маски со стразами пошли. Вот. Все. Кто не умеет шить. Это делает. За минуту. Когда два-три человека. Вот сидят. На практику приходят. Одна завязки делает. Другая зашивает. Третья. Нарезает. И они потоком. Потоком эти маски. Раньше шили. Для хирургов. Закрепили получше. Все. Одна сторона готова. Одна сторона готова. Маски. Таким же образом. Вот видите. Тут и там. Всяна. Везде. Все хорошо. Тут не нужно дизайнерским швом. Ну можно. Раньше тоже. Иногда выделывались вот таким красивым швом. Или розовыми нитками. Или как там вышивали стебельчатым швом. Вот. Это когда носили маску. Вот санитарчики. Так на них хирург посмотрят. Ух ты какая красивая девочка. У меня придано себе хорошо нашел. Понятно? Все. Маска. Вторую завязку так же точно приклеиваем. Пришиваем. Все. Клиент готов. Всем всего доброго. Пока.